Один за другим кусочки плитки выстраиваются в ровные ряды на тротуаре на улице Максима Горького. Раньше здесь был асфальт, теперь на участке до Красноармейской идет комплексный ремонт. Обновляют пешеходные дорожки, устанавливают новый бордюр, приводят в порядок дорожное полотно и газоны. Гарантию подрядчик дает пять лет. Работы идут точно по графику, контроль на каждом этапе. Производится ежедневный контроль как по строительству объекта, так и по вывозу мусора. Вывоз мусора у нас осуществляется ежедневно в подрядной организации. Кураторы выезжают на объекты, контролируют организацию работ и контроль качества за выполнением строительных работ. Пока одни дороги ремонтируют, другие моют. В порядок приводят проспект Ленина. От грязи, пыли и мусора в центральных районах Самары очищены уже 80% улиц. Вывезено более 20 тысяч тонн отходов. Работы планируем завершить где-то 22-25 число в зависимости от погодных условий. Ну и дальше переходить уже на полноценное летнее содержание. Это по косу травы, по, соответственно, поросли. Работы по благоустройству Самарских улиц идут круглосуточно, ночью. Чтобы не мешать движению, на проезжую часть наносят дорожную разметку. Обновлять ее начали с 1 мая на вооружении современной технологии. Вместо краски чаще используют термопластик. Этот материал более долговечен, чем краска. Минимальный срок эксплуатации его год. Температура, в общем, до плюс, по-моему, 60 градусов. У нас такой жары нет. И зимой, соответственно, он тоже не трескается. Сначала мы наносим предразметку для того, чтобы знать ограничение самой пешеходки. В дальнейшем мы наносим размеры между пешеходками. А потом уже наносим сам пластик термопластик. Влажную погоду нельзя, на сырую класс нельзя. Поэтому всегда наносим в сухую погоду и летом. Работы выполнены уже на 20%. Они продлятся все лето. А в преддверии Дня знаний в городе обновят пешеходные переходы. Особое внимание территориям около школ. Алина Чемери, Марина Матвейшина, Станислав Левин, Дмитрий Мешканцов. События.